Всем привет, с вами Герман и Денис. И сегодня мы играем в игру под названием Need for Speed Most Wanted 2005 года. Что ты можешь сказать по этой игре? Давай сначала ты скажешь. Ну, смотри, эта игрушка, хоть и игрушка моего детства, но она как-то мимо меня прошла. Если честно, я в неё не играл. Я слышал, что есть такая игра, я играл в более поздние версии Need for Speed. Например, вот в детстве я играл в Need for Speed Hot Pursuit. Как правильно? Нет, мое детство началось именно с этой игры. Тогда мне только купили компьютер. Я её скачал. Не скачал, а купил на диске. Ну да, да, это особенность того времени, раньше все игры на диске. Сейчас же можно скачать всё, что хочешь. Вот, в интернете всё есть. Вот, и как-то, Денис, мне написал такой, я скачал Need for Speed Most Wanted. Типа, тоже скачай, поиграем, будет интересно, вспомним детство. Вот, и на самом деле я ни разу в неё не играл. Ни разу не играл. Вот вчера только с ней познакомился. И могу сразу сказать, что для 2005 года это просто бомба. Вот, я теперь понимаю, почему эта игра была культовой. Почему до сих пор в неё играют люди. Она просто обалденная. Да, я с тобой соглашусь. То есть, вот сейчас мы играем. Я бы не сказал, что это какая-то плохая игра. Или тут графика даже. Для тех годов это очень качественная игра. Да, конечно, есть небольшие огрехи по графике. Например, вот мне не нравится эффект размытия, когда ты едешь на большой скорости. О, полиция. Сейчас будет интересно, я надеюсь. Вот, соберём побольше копов, но мы постараемся. Это, наверное, не будет. Нет? А ты зачем уехал? Давай соберём мусоров побольше. Чтоб было интересно, чтоб какой-то экшен был. Вот. Ну, сейчас катаемся сначала маленько, покажем ребятам, что тут, как. Ты расскажи, как ты... Всё, мы уже уехали, понял от погони. От преследования оторвались. Так быстро. Нарушение, урон собственности, сопротивление, езда по мостовой. Езда, еда. Мусоровая езда. Ну, ладно. Может быть, я не услышал. Ты мне скажи, вот как именно ты с этой игрой познакомился. Да как. Так, купил диск. Вроде тогда она только вышла. Была очень классная игра. Компьютер новый был по всём временам. Тянулся. Да? И, то есть, игрушка... Была ли требовательная игрушка? Вот, и я так хочу. Ну, ты знаешь, все годы я не понимал вообще, что происходит. Требовательная она или нет. Но она... Всё было вот как сейчас на этом компьютере, и мне было хорошо. В принципе, даже на моём древнем компьютере, ну, несмотря на то, что игрушка старая, она всего лишь 40-30 FPS записывается. Это стыдно, на самом деле. Игрушка 2005 года. 30 FPS. Ну, конечно, местами там 40-50, но бывает до 30 проседания. Мне очень нравится, что модельки машин выполнены очень качественно. У меня, к сожалению... Ну, мне кажется, делался упор в те времена. Диски. Диски очень хорошо сделаны. Есть, то есть, много марок дисков. Да, тут тюнинг. Известные марки. Тут эта игра чем славилась? Тем, что у неё на тот момент была отличная графика. Очень большие возможности тюнинга. Очень большие варианты, там, всякие диски, покраски, спойлеры, обвес. Обвес там были? Обвесы были. Вот. В те времена это был популярный обвес. И тут очень такие, знаешь, культовые саундтреки. Которые всем нравились. Вот, к сожалению, мы не можем включить. Вот, мы вообще не можем включить звук игры. Ну, всё как обычно. Всё как обычно. Вот. Я предлагаю тебе подцепить копов и погоняться. Кто-то заговорил про музыку. Музыка это очень большая часть в этой игре. То есть... Да, она придавала атмосферности. Атмосферности она придавала очень хорошо. То есть до сих пор эти треки все узнают. Да, да. Даже я. Я вот не играл в эту игру. И как только тут стали играть треки, я сразу вспомнил их из детства. У меня были ещё на кнопочной ноге пару треков этой игры. Вот, мне они очень нравились. И сейчас я уже познакомился с этой игрой. Вот, возможно, поздно, но всё-таки познакомился. Что мы с ним будем делать? Мы с ним играться будем? Да, мы будем с ним играться. Я хочу, чтобы ты сагрил побольше копов. Я на канале, кстати... Ну, хорошо. На канале я проходил... Ну, не то, что проходил. Я смотрел игру Need for Speed Pro Street. Ну, нет. Это совсем другое. Это более старая игра? Это более новая игра. Более новая игра, но мне не понравилась там графика. Вот она была какая-то не очень. Need for Speed Pro Street... Я тебе больше скажу. Я после Мостланты, вот этого, первого, 2005 года он вышел, скачал Pro Street, и мне не понравилось, понимаешь? Я ожидал от неё что-то большего. После неё, по-моему, вышел Carbon. В детстве ты имеешь в виду? Да, Carbon 2006 года. Это я точно помню. У меня друг, Саша. Вот. Он очень любил Need for Speed Carbon. Называл его Need for Speed Carbon. Я всё-таки думаю, не надо так говорить, он слышит, наверное, правильно. Думаешь? Ну и что, мы же ничего плохого не говорим. Где этот дурак? Полицейский тут, конечно, не всегда очень умно поступает. Например, когда я только вот сейчас запустил перед записью эту игру, я согрел копов, и я стоял вот около заправки. Вот, коп на меня поехал и врезался в стойку просто бетонную и разбился. Это было весело. Для тех годов это, я думаю, было прикольно всё равно. Да. И вот Need for Speed Pro Street. Чем он не так хорош? Вот я считаю, что Most Wanted, это был самый лучший Need for Speed, который вообще выходил. Потому что после него пошли вот этот Pro Street, Carbon. Дальше пошёл... Ну, дальше пошли, уже понял, более новый, я сейчас все не припомню. Например, Need for Speed The Run, который тоже играл... Shift. Shift. Hot Pursuit. Первый и второй. Да. И знаешь, с того времени игры стали Need for Speed'овские. Need for Speed'овские штамповать прям одни. Они были похожи одну на другую. Вот. Это можно сказать, самое начало. Почему он 11-го? Вот он. Знаешь, меня больше всего интересует, почему разбиваются только полицейские машины. А, допустим, твоя не разбивается. Всё у него. В смысле у него? Сам. Сам? Да. Ну, отличная игра. В принципе, я думал, что намного сложнее тут от копов вообще отрываться. Вот. Ну, наверное, на первых этапах тут копы довольно тупые. Вот, что я могу сказать. То есть... Наверное, поразбиваем их на машину. Да, чтобы они побыстрее приехали, потому что хочется экшена. Сейчас прилетит истребитель. У меня, кстати... Небольшой пак установлен. Ну, не то, что пак. Я хотел скачать оригинальную версию этой игры, чтобы без модов... Я знаю, что к этой игре дофига модов там всяких, новых тачек разных. Вот. Я хотел скачать самую оригинальную. Вот. И я был уверен, что я её качаю. Но не получилось. Но как только я её скачал и запустил, я захожу в автосалон и понимаю, что там что-то не так. Слушай, у меня сейчас голова закружится. Давай что-нибудь это самое. Куда-нибудь уедем отсюда. Вот. Хотя бы не кружись так жёстко на одном месте. А когда я скачал, у меня сначала возник вопрос. Я прошёл там первые две гонки и начинается гонка какая-то. И я смотрю на своих соперников. И у меня у одного соперника, у машины нет текстур. Мне это сразу насторожил, думаю, что не так. Вот. Потом захожу в автосалон, смотрю, у меня половина машин заменены. Заменены. Это, конечно, не очень круто. Я хотел всё-таки оригинальную версию, но мы выбрали сейчас оригинальную машину. Благо тут хотя бы копы не заменены. Вот. Не все такие-то очки заменены. В принципе, это тот же самый Most Wanted. Всеми нами любимый. Всеми вами. Вот. Ещё копы приехали, да? Ну, пока нет. Нет? Ты вообще проходил эту игру в детстве полностью? Нет. Нет? А какая была твоя любимая? Это была тяжёлая игра, чтобы пройти её полностью. Серьёзно? Тяжёлая? Да. А какая у тебя была любимая машина в этой игре? Ты помнишь? На какой машине ты ездил чаще всего? Я не знаю. По-моему, это был... Толь Мерседес? СЛ. Типа как Мерседес Маклара? Ну, типа того. Только чуть хуже. Мустанг я любил в этой игре. Мустанг. Тут есть и масл, кары. Знаешь, я думал, что тут есть, честно, побольше машин. А тут всего их штук 40. 32 машины. 32, да? Вот. Но не очень разнообразно. В те годы это было нормально, я считаю. Что-то как-то копы не очень агрятся. Я тебе предлагаю пробить их эту, как её. Понял? Достав. Уже нет, наверное. Ну, сейчас она будет. Я думаю, если ты сейчас чуть вперёд проедешь, они сделают заставу. Что значит задний ход минуты 0,2? Внизу написано. По-моему, это когда подкрепление подъедет. А подкрепление подъезжает на каких машинах? На уже более крутых? Или что? Нет. Ну, либо подъезжают. Тут от уровня зависит погоня. Такие машины. У нас какой уровень погоня? Тут написано сейчас этапы 4. Этап. Четвёртый этап погоня? Это, наверное, третий или четвёртый этап. Они должны сейчас выставить здесь. Уже стало. Я хочу показать вам, какой у меня в этой игре вертолёт. Он очень крутой, на самом деле. Тут настолько всё изменили, что... Тебя арестовали? Да меня перевернули. Я нажал. Он зародится. Ну, давай я сяду за руль. Посмотрим, что у меня выйдет. Вот, я покатаюсь. Ну, Денис, поймали. А я решил не в свободную езду начать, а начать. Тут что, всё пройдено уже? Ну да, тут всё пройдено. Смотри, какие большие гонки. Какая большая карта? Тут большие карты. Ну, я вижу. Ты смотри, там, может, ещё кругов много. На полгорода. А тут вот не круговая гонка. Я хочу выбрать. Средняя скорость 337. Ну, тут мы просто уже скачали сохранение. Вот, я предлагаю с одной стороны, с конца карты, на другую. Вот, смотри, это радар. Радар, да. Тебя будут фотографировать, и у тебя должна быть скорость там какая-то. Это я разберусь. Вот, тут же не будет соперников? Нет. Если я не ошибаюсь, тут нужно ехать одному. Да. Вот. Сейчас посмотрим, что у меня выйдет. Подожди, а почему у меня соперники? Вот видите, что у меня с машинами? У меня заменена некая машина. Мы скачали сохранение, чтобы было интереснее играть. Вот. Ну, по-моему, тебе будет легче. Я вижу, я уже вон оторвался. У нас все там машины прокачаны на максимум. У нас там пару миллионов на счету. Вот, видишь, радар сейчас будет. Вот, я вижу. То есть его нужно пройти на максимальной скорости. 293 километра в час. Ну, ты на втором месте. Патрик первый. Патрик. Подожди, а если я первый приеду, это все равно не будет ничего значить? Ничего не будет значить. То есть первым тут абсолютно... Нифига себе, он едет, ты видел? Да. Знаешь, что я хотел сказать? Вот мемчики были в интернете, что типа Need to Speed Most Want, эти все там повороты по стенке проходились. Вот, но я бы так не сказал. Я бы так не сказал, что прям по стенке, потому что это все-таки намного... Тормозит. Да, очень сильно забирает скорость. Ну, допустим, вот я врезался, повернул. Нет, оно, конечно, может быть и повернет по стенке, но скорость вы потеряете. Вот, тут еще управление такое немного специфическое. Например, если у вас машина едет там, ну, километров даже 50 в час, она сначала начинает притормаживать, причем сама, а потом уже где-то в километрах на 10 она уже начинает тормозить. Ты вообще не жмешь это? Тормоз? Нет, азот. Азот? А что, он мне еще не воспоминался? Ну, перед камерой. А, перед камерой, ну, нажму сейчас. Вот, хотя, знаешь, я вот сейчас смотрю на себя, я по стенке, я повороты по стенке прохожу. Ну, я нет. Я всегда хорошо проявляю. Управление тут необычное, я тебе скажу. Я вот привык играть в GTA, Криминальная Россия, San Andreas, там вот все-таки аркадное более управление. Тут, конечно, тоже аркады, вот, никто не спорит. Но управление тут не такое простое. Вот. То есть, привыкнуть все-таки надо. Игрушка старая, сейчас в играх совершенно другое. Тут еще копы будут? Конечно. За что? Это же уличные гонки. Да, и чем вот мне не нравился, например, Need for Speed Pro Street? Тем, что тут не было уличных гонок, и нельзя выбрать, было, свободную езду, там не было копов. Все, конец, это... Подожди, ты хочешь сказать, что я сейчас проехал через всю карту? Ну, получается так, да. То есть, она на самом деле маленькая? Я думал, я буду ехать... Ежешь. Куда я еду? Куда я, подожди. А что это такое? Я закончил гонку, и все еще еду, а их меня мусора поймают. Ну, вообще-то ты должен от них уйти сначала. Да, вот, а подожди, а прогресс в гонке у меня сохранился? Конечно. Ну, и хорошо. И денег дали. И денег дали. А вот это вот кольцо, это я-то должен скрыться, да? Да, может скрыться у него. Я скрываюсь, я скрываюсь, где кольцо подоехло. Отлично. Получена репутация. Ну, это нам уже ничего не дает. Вот, нам, в принципе, пофиг, сколько денег, сколько всего. Но мне понравилось. Вот, скоротать пару вечеров, там, зайти, погонять, если у тебя не такой мощный компьютер, можно в этой игре. Честно, я бы даже хотел ее купить в Steam, чтобы играть с друзьями. Я не знаю. А по сети можно играть? Да. Серьезно. Вот зайди в меню. Ну, я видел там что-то лан. Давайте, ребята, выйдем в меню, чтобы подтвердить слова. А куда надо? Гараж. Гараж. Да. То есть, тут есть полноценный мультиплеер? Ну, не знаю, как насчет полноценного. Там есть типа лан, это через это немного не то. Игра лан, онлайн. Онлайн. Ну, тут она не будет. Тут нужно... Запись создает. Да? А сколько стоит, кстати, эта игра? Я не знаю. Ну, если она есть в Steam, можно попробовать. Можно попробовать. Вот, мы сейчас посмотрим, сколько она стоит. Ребята, напишите в комментариях под видео, хотели бы вы, чтобы мы, купили ее в Steam и поиграли. Можно ли вообще играть в онлайн? Ну, это мы, конечно, скорее всего посмотрим, но если вы знаете, почему бы и не написать. Вот, я продолжаю карьеру. Сейчас я покатаюсь. Денис пока смотрит, есть ли эта игра в Steam. Вот, и можно ли играть в мультиплеер? Если можно было бы, то это вообще шикарно. Я не думаю, что, конечно, игра 2005 года поддерживает мультиплеер. А, кстати, выходил специальный Need for Speed World. Который был с мультиплеером. Вот, я, кстати, погонял в него. Там тоже открытый мир был. Он поновее Most Wanted, но он мне не понравился. Он мне не понравился абсолютно. Вот, а в эту игру я бы поиграл в мультиплеере. Вот, она... Чем-то, чем-то она зацепляет. Чем-то она интересна. Ну, короче, мы зашли в Steam, зашли в интернет, почитали и увидели, что нету лицензии. Ее нельзя купить ни в Steam, ни в Origin, только вот новую. Да, как нет, цифровая версия игры. Да, на них... Ты думаешь, нельзя какую-нибудь там пиратскую скачать, чтобы там все было? Мне кажется, есть все равно. На торрент где-то лицензионная версия игры. Мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим, вдруг у нас получится. Вот, посетив этой группой. Ну, вы как бы напишите, если вы захотите, мы попробуем найти. Нам сейчас напишут, типа, вы дураки? Вы вообще с головой дружите. Какой мультиплеер? Игра 2005 года, йоу. Ну и что? Ну, мы не знаем. Давай, спрыгивай. Бах. Ну, знаете что? Я хочу сказать, это было, конечно, круто. Вот, и игрушка мне понравилась. Вот, но я думаю, что нужно завершаться. Мы с вами начали записывать серию в полете и закончим почти в полете. Я уже сделал два прыжка. Вот. Хотя нет, я хочу прямо вот куда-нибудь улететь. Это же трамплин. Нет, мы все будут. Это, к сожалению, не трамплин. Ну, значит, в полете у меня не получится. Ну, давай завершаться уже. Мы показали игру, прошли гоночку, вспомнили былое, старое. Вон там был трамплин. Да? Давай, все. Я сказал, что я сделаю. Значит, я сделаю. Все-таки нужно закончить тоже эпично. Да, нужно заканчивать эпично серию. Где трамплин? Ну, выезжаем на дорогу. Сейчас, развернусь. Так. Густой. Трамплин, трамплин. Это трамплин? Ага, все, понял. Сейчас я разворачиваюсь. Денис, можешь уже прощаться. Прощаться с нашими подписчиками. Вот. Ладно, ребят. Подписка, лайк. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...